Ну что же, я готов начать. Здравствуйте, уважаемые студенты. Спасибо вам большое. Следите, пожалуйста. Вы в данный момент выполняете лабораторную работу номер 3, которая длится, собственно, 3 недели. И в ней вы сталкиваетесь в первый раз с ситуацией, когда вам нужно программный код не просто написать, чтобы решить задачку, а написать, перенаписать, еще перенаписать. Преподаватель и менторы должны к вам, я не знаю, как в каждой группе, но они, по идее, должны к вам придираться за качество кода, за неправильную организацию по функциям, то есть что разложить это по функциям по-другому. И в принципе, что нужно раскладывать по функциям. То есть вот эти вещи называются рефакторинг, когда у вас нет изменяющихся требований, но вам надо переписать программный код так, чтобы он выглядел лучше и внутренне он был более хорошо, качественно организован. Понятно, да? Вот это вот одно из таких важных вещей – рефакторинг. Вот. И что еще? Это изменяющиеся требования. Один из важных проверочных таких чекпоинтов, можно сказать, да, галочка, вот можно поставить себе, либо наоборот поставить себе крестик, что программа сделана плохо. по тому, насколько легко вам программу адаптировать к изменяющимся требованиям. Если программа написана плохо, то пользователь программы, заказчик, клиент, приходящий к вам, который говорит, «Извините, я хочу изменить, да, свой, как сказать, свой заказ, тут нужно по-другому немножко расположить». Что получается? Если программа написана плохо, то вам это сделать очень сложно. Если программа написана хорошо, то вам это сделать довольно просто. Понятно? Это очень важный момент, можете просто вот проверить, да, и на этой неделе у вас будет анимирование той картинки, которая есть. Если у вас там не просчитываются параметры местоположения домиков, человечков, корабликов, то это будет вот такой вот головной болью. Где, у какого полигона, у какого овала, что, куда подкручивать. Если это все грамотно разложено на функции, соответствующем рисованием объекта с нужными параметрами, в нужном местоположении, то это будет сделать легко. Понятно? Это вот такая вот первая проверка ваша. Но я плавно вас, тем не менее, сейчас я уже про эту работу разговаривать не буду, а плавно начну вас готовить к следующей. Дело в том, что мы с вами сейчас жили под оберткой. Вообще это нормальная ситуация вполне. Когда вы пользуетесь какой-то функциональностью, какими-то возможностями, которые покрывает какая-то библиотека. А над этой библиотекой есть некий интерфейс, посредник, который, ну, ее, так сказать, окучивает, покрывает ее, оборачивает, говорят. И говорят, что это обертка над библиотекой. Это совершенно нормальная ситуация. Понятно? И таких оберток, на самом деле, очень много. В принципе, кстати, эта обертка может и какую-то функциональность доделывать, ну, как высокоуровневым образом. Там раз, и она вот за один вызов, ну, как вы сами можете дописать функцию, которая будет делать что-то еще. Один из, точнее, не один, а многие преподаватели, да и я на первой же лекции по библиотеке Греф, сразу ругался на то, что она написана не по ПЕП-8 стандарту кодинг-стайла. Вот, преподаватели тоже возмущены. Один из них взял, переписал ее под ПЕП-8. Вот, но пока этот вариант не выложен. Я бы хотел, чтобы он в будущем пользовался нами именно в этом варианте, который согласуется с ПЕП-8, раз уж мы вас учим, нормально кодировать. Вот, но пока, простите, первый год, вот она в таком виде. Вот, но я надеюсь, что мы ее, по крайней мере, выложим рядышком. Естественно, что ваши программы, которые были заточены под старый Греф, да, они с новым работать не будут, нужно там либо адаптировать все вызовы, но зато будет чистенько все выглядеть. Ладно, что еще? Значит, мы с вами, еще раз говорю, двигаемся к следующей лаборатории на работе, в которой мы будем разговаривать про событийно-ориентированное программирование. В чем идея? Событийно-ориентированное программирование. Дело в том, что классические программы, классические вычислительные программки, алгоритмы, которым учат на кафедре информатики, в частности, и мы с вами будем весной это дело проходить, когда изучаются алгоритмы и структуры данных, когда пишутся какие-нибудь программулинки, вычислительные, то их задача какая? Вот таймлайн жизни, собственно, вычислительного процесса. Вот был экзешник там или скрипт, мы его запустили на исполнение. Вот его, собственно, старт жизни, момент номер 0. Как работает вычислительный процесс? Он берет максимум вычислительного ресурса, то есть это вот ось у меня, да, это как бы процент юс еще в ЦПУ, да? Оф ЦПУ. Вот вычислительный процесс получил в свое пользование процесса. Ну, на самом деле, конечно же, операционная система не дает ему реальные 100%, там все равно планировщик периодически просыпается, еще что-то там, она, ну, немножко тратит на себя время, не да, и другие процессы тоже там кушать хотят, и она как-то переключает контекст. Тем не менее, мечта любого вычислительного процесса обычного – схавать 100% ЦПУ. Дальше он подгружает свои данные, то есть получает данные, да, это считывание input. Ну, сейчас не принципиально, это input с клавиатуры, там, int input, да, и он с клавиатуры, или из файла, предпочтительно из файла, там, ну, как сказать, можно массу сразу много, да. Вот он сжирает данные, потом он их обрабатывает, да, я напишу compute, вычислить, да, и, что еще, output, выплюнуть на экран результат, ну, или файл, после чего благополучно, да, дай, благополучно завершится. Так вот, в олимпиадах по программированию, в курсе алгоритмов и структур данных, вот, по жизни программисты занимаются чем? Оптимизацией алгоритмов. Ну, в частности, чтобы вот эти вот фазы, а особенно самая прожорливая часть, это часть вычислений, ну, она не всегда самая прожорливая, но достаточно часто, она самая прожорливая. Так вот, вот это вот дельта-т, да, да и вообще суммарно, глобально, вот суммарно даже, ладно, и со считыванием тоже, мало ли, его можно там тоже с выводом как-то оптимизировать, да, но это уже отдельный вопрос. Ну, как минимум, вот это дельта-т, да, устремить к минимуму. И чем быстрее выполняется алгоритм, тем что программа эффективнее. То есть, по сути, в каком-то смысле, программа стремится как можно скорее, да, выполнить свою миссию и как, этот, умереть. Как камикадзе, да, выполнить миссию и умереть. Чем быстрее, тем лучше. И это логично и правильно, да, то есть, вот этот квант вычислений сжать. Если программа очень долго вычисляется, то, ну, она, возникает подозрение, что она зациклилась, либо мы просто скажем, ну, значит, эти вычисления нам не нужны. Если она скажет, что нам вычисляться год. Понимаете? Ну, есть такие вычислительные проекты, в которых там месяц можно считать, там, блин, пару дней, причем на мощном суперкомпьютере, да, ну, приходится иногда такое обсчитывать. Но, тем не менее, чем короче, тем лучше. Согласны? Но давайте рассмотрим типичные программы, с которыми мы работаем. Я не люблю Microsoft Word, вообще не люблю Microsoft, да, знаете, как это пишется? Microsoft. Вот. Ладно, я что хотел сказать. Но, тем не менее, да, вот какая-нибудь программка типа Word, например. Вот вы загружаете Word, да. Что происходит у вас? Вот его старт вычислительного процесса. Вы запустили. Он в начале, да, отжирает 100% процессорного времени. Но если вы посмотрите на Task Manager, то произойдет следующее. Вот он покушал процессорное время, да, постоянно покушал, покушал, и что произошло? Он не умер. Вот это состояние, это фактически добровольное погружение в сон. Да, ну, в кавычках. То есть, понятное дело, что это не совсем сон, да. Но что же? Да, при этом приложение у вас есть. Вы видите это, потому что окошко открыто и смотрит на вас. Но при этом процессорное время не потребляется вообще. И все остальные окна, все остальные вычислительные процессы, они могут в это время прекрасно работать. Процессор свободен. Ну, памяти немножко занято там, да. То есть, дело в том, что вот здесь вот произошла инициализация. Инициализация. То есть, подгрузка некоторых необходимых ресурсов для того, чтобы начать собственную работу. Ну, выделение памяти оперативной, захват вот этого вот окна, расстановка, там, не знаю, этих оконных элементов. Сегодня я про них буду еще рассказывать. Но смысл в том, что вычислительный процесс ложится в ноль и находится в состоянии вот такого вот нулевого потребления процессорного времени. И так он может находиться в этом состоянии довольно долго. Зачем? Он ожидает событий. То есть, вот пришло некоторое событие. Это событие. Оно приходит от операционной системы. Ну, она посредник от всех устройств. От мышки, от клавиатуры, от сетевых устройств. Какое-то событие. Вот оно пришло к операционной системе, к ее ядру. Говорит, это вот ему. И она понимает, что это вообще-то кликнули именно по этому окошку. Не по какому-то другому. А значит, раз эта зона, она за этим приложением, то что? Это событие должно быть передано для обработки, собственно, в это приложение, в это окно. И дальше возникает вот какая штука. Приложение операционной системы будет. Будет его целевым образом. Выдает ему снова процессорное время. И говорит, вот обрабатывай, пожалуйста, событие. Как только событие обработано, программа снова засыпает. Понятно, да? Значит, еще раз, что у нас есть? У нас есть событие, и у нас есть его обработка. Но дело в том, что события, которые приходят для обработки, они бывают разные. Соответственно, ну давайте я напишу, что вот это дело, да, это обработка. И вот приложение будет периодически просыпаться по наступающим событиям, да, просыпаться и засыпать. Да? Кстати, интересный момент. А что если у меня событие пришло, а операционная система занята? Ну, наш вычислительный процесс не единственный. Там рядышком какой-нибудь еще, и он занимается жестким компьютингом. Вполне вероятно, что событие может быть и пришло. Операционная система не может выдать процессорное время сразу этому вычислительному процессу. В этом случае возникает такой лаг по времени, ну такой зазор по времени, да. Но это ничего страшного. Ничего страшного. То есть само событие от обработки этого события может отстоять на некоторое время. Понятно, да? Нормально вполне ситуация. Это у нас, соответственно, лаг по времени, ну или задержка. Если эта задержка не превышает нескольких там десятка микросекунд, мы этого просто не заметим. Да, одна сотая секунды, плевать. Даже 100 этих самых там, одна десятая секунды, да, если это будет, все равно не заметим. Не то, что одна сотая. Поэтому, но для компьютера эти времена, они на самом деле ощутимы. А кроме того, на самом деле, иногда бывает такая ситуация, что событие, обработка события может быть довольно длинной. Ну представьте себе, если обработка события, это сохранение какого-нибудь 100-мегабайтного файла, который мы сейчас в памяти делали, 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 или его нужно сохранить на диск. Ну тут уже не столько процесса на время, сколько работа ввода-вывода. Но приложение, свое вот это вот вычисление, необходимое для того, чтобы это дело спихнуть на жесткий диск, оно его не отработало еще, да? Оно занято. То есть, короче, обработка события может быть продолжительной. Поэтому возникает интересная ситуация, что могут прийти еще, еще события прямо во время обработки. Это вполне возможно. Операционная система, я тут это не рисую, на самом деле операционная система, она в процессе работы, она все равно периодически просыпается. Она под свои нужды, у нее обработка прерываний настроена, она раз пришло событие от устройства, она быстро раз переварила и быстро вернула. Так, что само приложение на исполнение, оно этого как бы не замечает. Оно как называется, моргнуло, тут супермен пронесся, открывает глаза, его нет уже. Что он сделал? И оно его не касается. То есть, все, что делает операционная система, оно обычно не очень сильно касается конкретного приложения. Операционная система, если будет надо, она ему, собственно, уже с ним там провзаимодействует, в частности, через вот этот интерфейс событий. Понятно, да? То есть, операционная система, она может что? Будить. Программа может говорить, все, спим, засыпаем, я засыпаю, жду событий. О, просыпаюсь, событие пришло. Понятна логика, да? То есть, возникает вот такая ситуация, что у меня может успеть набежать несколько событий прямо в процессе того, как шла обработка какого-то другого. В этом случае операционная система вот эти события ставит в очередь. То есть, если у нас желтая очередь событий, дайте я напишу, очередь, Q, очередь событий. Соответственно, если очередь пустая, первопришедший куда становится? Я первым буду. Кто тут у вас царь и последний? Никого нет? Я первым буду. Значит так, отлично, первое событие прибежало, встало в начало очереди. Второе событие, оно что? Оно, как сказать, операционная система его получает, видит, что первое событие не обработано программой, и что оно делает? Ставит его в очередь уже под номером 2. Следующее событие попадает в очередь под номером 3. В итоге что? У нас возникает очередь на обработку. И в результате, как только появится возможность, операционная система, как только приложение вернется из обработки того события, у нас начнется что? Попытка обработки события второго. Ну я желтеньким нарисую. Желтеньким нарисую. Раз, обработали желтое событие. Оп, заснули. Сразу же, фактически, на самом деле, конечно, еще раз говорю, могут быть какие-то задержки, но в принципе операционной системе никто не мешает, вот его, что называется, практически сразу будит. То есть просыпаясь, засыпает, но все равно происходит такой обмен. Заснул, проснулся, заснул, проснулся. Раз, следующее, следующее событие. Раз, обработали следующее событие. И так далее. И, соответственно, это событие обрабатывается последним. Вопрос. То есть получается, что у нас такой бессмертный процесс. Он никогда не заканчивается. То есть мы его просим через операционную систему, через интерфейс событий, кликами, нажатиями клавиш, мы ему говорим, эй, посчитай то, эй, загрузи файл, эй, сохрани файл. Вопрос. Когда он закроется? Вот у вас, вы пользуетесь же смартфонами, но вот вопрос, приложения там, они стремятся закрыться? Нет, все висят в памяти, все... Когда же они закрываются, елки-палки? А? Не, ну это аварийное завершение. А вот нормальное завершение. Как это предполагается создателями программы? Нет. Что-что? Клавиша закрыть или в меню там файл-выход или Ctrl-Q, разные варианты. Нажатие клавиш может быть, может быть клик-мышкой. В конце концов, может быть, что и программа сама решает по какой-то причине закрыться. Да? Но это все равно должно наступать по какой-то логике событию. Так называемое, вот я его помечу, как бы событие на завершение программы. Да? И в этом случае оно уже не засыпает, да? А оно, по сути, говорит операционная система убей меня, пожалуйста. Ну, в смысле убей, да? То есть сними все мои ресурсы. Это называется терминейт. Нормальное завершение процесса, как бы терминирование его, да? И вот это событие на терминацию, оно, тем не менее, требует определенных вычислений. При терминировании, да, терм, терминейт, термината, да? Так вот, в данном случае еще программа может проверить, а точно я хочу вот непосредственно просить меня, то есть все раз, да, операционная система ей говорит, тебя попросили закрыть, удалиться, да? И он может успеть что-то сказать. Ой, извините, что я так плохо себя вел, и уйти, да? Или, ой, я тут файл забыл сохранить, я сейчас быстренько тетрадки, выгоняют студента из аудитории, да? И он это самое, его выгоняют уже, но он быстренько раз-раз-раз учебники собрал, ушел. Вот теперь представьте себе, да, такая ситуация возникает, что его просят уберись, пожалуйста, да? А он начинает, а я учебники собираю, а я тут что-то забыл, ой, у меня тут жвачка. И он не уходит. Негодяй такой. Что я с ним сделаю, в конце концов? Дело в том, что там, за операционной системой, за оборудованием, там же сидит реальный пользователь. И он видит, что программа, елки-палки, ну не закрывается. Что он сделает? Он начнет кликать на крестик много-много раз, да? А знаете, что происходит в этом случае? То есть, по сути, на самом деле это происходит не только в ситуации, когда терминальное событие отправлено, но и в той ситуации, когда пользователь просто отправляет клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Что происходит? У операционной системы вот в этой очереди событий накапливаются события кликов, которые, как видите, никто не обрабатывает. Ну, то есть, нормальная работа программы состоит в чем? В том, чтобы эти события обрабатывать. Ну, то есть, быстро. Я вот начал с того, что классический вычислительный процесс, он стремится коротко выполняться. Точно так же обработчики событий, они стремятся вот эти дельты Т к минимуму. То есть, глобальное это время программы, оно, да, вроде бы большое, но тем не менее, ресурсные кусочки, там, где мы потребляем процессор, они должны быть короткими. чтобы вот таких ситуаций, когда мы тупим и очень долго обрабатываем какое-то событие, было как можно меньше. А вот в такой ситуации, когда приложение фактически, ну, как сказать, недобросовестно пытается отожирать процессорное время, да, или просто тупо зациклилось, зависло, там, сошло с ума в процессе выхода из программы, или просто на каком-то событии, на какой-то обработке, у него там ушел бесконечный цикл. while true, n плюс равно 1. Да, и вот оно себе, что происходит? Очередь событий переполняется, и когда приходит очередной клик, да, очередной клик приходит, операционная система понимает, что этот клик, собственно, ему, ну, как-то вставлять некуда. Что делает операционная система? Во-первых, она вам подсвечивает окошко, любая оконная операционная система так делает. Во-первых, она подсвечивает вам это окошко таким сереньким цветом, то есть это зомби, и очередь, я, я, долгое время, пока вы на него кликали, нажимали что-то, я запоминала, что вы кликали, но теперь настал момент, когда я запоминать больше ничего не буду. Как-то я кладу ему письма в почтовый ящик, а он туда не забирает. Да? И, соответственно, что операционная система, во-первых, подсвечивает сереньким, а во-вторых, она обычно предлагает такое диалоговое окошко, а вы не хотите случайно кельнуть? И тогда может быть отправлен, даже не знаю, какого цвета, синим нарисую, может быть отправлен на такое событие, да, которое, сигнал такой, да, который на самом деле сам вычислительный процесс уже не касается. касается. То есть, он обрабатывается уже операционной системой. Сама операционная система будет обрабатывать. Да? И она его по-любому убьет. То есть, вот его процессорное время в процессе вот этого дела, оно просто пух, и все ресурсы заодно, всю память, все открытые файлы, просто потому, что с ним разговаривать дальше бессмысленно. Вычислительный процесс зациклился, он как бы не отвечает. На самом деле, конечно, никто не знает точно, завершится процесс вычислительный или нет. Может быть, ваша программа просто занята очень-очень важными разумными вычислениями. Вычисляет 60-е число Фемоначи дурным алгоритмом. Или что-нибудь еще. Или она ищет решает задачу Камивайжора или еще какую-нибудь полнопереборную задачу сложную. Может быть. И вам реально надо ждать. И вам наплевать, что это окошко серого цвета, что события оно не обрабатывает и не принимает. То есть, если это реальная вычислительная задача, и вы об этом подозреваете, ну тогда вы не будете снимать ее с исполнения. И все нормально. Пусть себе сереет. То есть, диалога нету. Но это, знаете, как бывают ученые, которые редко. Это редко хорошо заканчивается. Но с Перельманом, по-моему, это же закончилось хорошо. Когда Перельман, младший, ушел практически в затвор в научный, а потом вышел с решением какой-то там, с доказательством какой-то супер-мега-теоремы. Редко заканчивается хорошо. Но тем не менее, да, если диалог между операционной системой и приложением нарушен, в принципе, может быть и ничего страшного. Но в этом случае операционная система умывает руки и говорит, ну вы как бы сами решайте, я могу кельнуть? Могу не кельнуть. Понятно, да? Значит, смотрите, наша задача какая? Научиться писать, создавать такие приложения, которых на вашем смартфоне, на вашем компьютере большинство. То есть, приложения, в которых есть графический интерфейс, в которых есть события, поступающие от пользователя, да, а мы будем их обрабатывать. Понятна логика? Вот. Значит, мы с вами в результате должны поговорить о том, как же, собственно, происходит обработка событий там. Интересно, он там как? Скоро до него дело дойдет. Нет, ну он там жив еще. Это я бы попросил, ничего сейчас не показывают. Жив еще. Жив курилка. Вопрос вот какой, да? А как, собственно, оно там должно быть устроено в нашей программе? Я сейчас с точки зрения взаимодействия поразговаривал, да? Внутри нашей программы, как это должно быть? Естественно, что все системные вызовы взаимодействия с операционной системой, они для нас будут обернуты красивыми оберточками графической библиотеки. Но, кстати, вот одно лишнее, как сказать, одну лишнюю верхнюю одежду мы с вами снимаем. И со следующей недели, вот это, не еще раз говорю, неделя, это еще под графиком, да, граф или графикс у кого-то, вот эта оберточка снимается, и там будет уже ткинтер. Ткинтер — это всего лишь одна из возможных графических библиотек для работы с оконным интерфейсом. Их очень много. И под питон, в том числе, там, пай-гтк, пай-кьют. Но глобально это обычно какая-то оконная система, там, VxWidgets, мне очень нравится VxWidgets за кросплатформенность. Но поскольку стандартным является ткинтер, то какая разница, почему нет? Я не вижу никаких проблем, но глобальный механизм, еще раз, он одинаковый. Значит, что у вас будет? Вы должны сделать, как и любой вычислительный процесс, по сути, инициализацию. В рамках этой инициализации вы можете делать все, что хотите. Все, что хотите. Файлы открывать, писать print hello world, там, что угодно. Но одна из разумнейших вещей, которые вы должны сделать, если вы собираетесь вообще писать графическую программу, это выделить такой ресурс специфический. Естественно, что любые ресурсы идут с запроса «О, великая, могучая операционная система, дай мне, пожалуйста, это самое, окошко». «О, великая операционная система, дай мне то, дай мне это». Ну вот, собственно, зона рабочего стола это ресурс, который выделяет операционная система. Но это ресурс, потому что она потом будет в зависимости от местоположения клика мышки диспетчеризовать событие. Отправлять его либо в одно приложение, либо в другое. Соответственно, ваша задача, первая, это получить окно. Дальше. Ну, естественно, что у этого окна есть некоторая там встроенная функциональность, там взаимодействие на грани, собственно, операционной системы, процесс. Вам это реально все равно не важно, потому что это обернутой библиотекой, вот эти вот тонкости, значочек есть какой-то там вашего приложения, смайлик нарисую. Здесь у вас там что-то написано, MyBest программ, да, там какая-то вот заголовок окна, ну и классика. Естественно, что в зависимости от операционной системы местоположение вот этих вот фигней интерфейсной может быть разное. по умолчанию у вас есть некоторый обработчик событий крестик. При большом желании его можно заменить и сделать там, что не хотите ли вы сохранить файл, а вы точно уверены, что хотите выйти, но это все обычно назойливо. Пользователь любит более хорошее поведение и такие программы он обычно потом не ставит, если они слишком много говорят, вы уверены, что вы хотите выйти. Хочу, конечно. Значит, а вот эта зона вся, она вроде бы наша, но проблема вот какая. Когда у вас вот появляется реальная вот уже зона, в которой можно делать, что хочешь, оказывается, что хотелось бы как-то организовать уже внутреннюю диспетчеризацию событий. Диспетчер это кто? это человек, который сидит и как сказать, распределяет тебе туда, тебе туда, тебе вот это, тебе вот это. Ну вот диспетчер в данном случае, в троллейбусах или в автобусном, автобусное депо, в нем сидит диспетчер и говорит, так, ты выходишь на маршрут, так, ты уходишь, а ты можешь чай попить. Понятно? Вот диспетчер, он собственно должен у нас определять кто куда. И вот эту задачу хотелось бы решать не самостоятельно. Но, тем не менее, я слегка влезу в эту уже внутреннюю диспетчеризацию. Вот глобально это будет выглядеть следующим образом. Вот у нас некий импорт. Я сейчас, я на память не помню, мы сейчас это дело откроем и посмотрим. Там импорт ткинтер. Импорт ткинтер. Дальше мы делаем некоторую инициализацию. Я просто вот так вот наметками, да, инициализация. А дальше, смотрите, какая ситуация. Я должен буду войти в главный цикл. Это будет, по сути, цикл ожидания событий. В нашей программе реально так не будет, потому что в библиотеке ткинтер предполагается, что главный цикл ожидания событий он спрятан внутрь библиотеки ткинтер. Но я его сейчас как бы оголю перед вами. В пайгейме, кстати, он наоборот. Вот вуаля, вы пишете его сами. Он прямо в вашей программе. Если вы его не пишете, ну вы сами плохо обрабатываете события, вас просто прибьют в вашу программу. Да, ну вот инициализация, да, я сейчас поясню, что там должно происходить. А потом вы уходите в так называемый главный цикл. Как он будет выглядеть? В рамках главного цикла по сути будет вот такой while true. Пока всегда. Ну логично, наша программа должна обрабатывать столько событий, сколько надо. В конечном счете хоть бесконечность. Да, и никогда не закрываться. Так вот, что мы делаем? Первое, это мы должны получить события. Ну, то есть, на самом деле, здесь, в этом цикле сейчас у меня не будет присутствовать ожидание, как бы сон. Да, или, скажем так, я могу поставить сон в самом конце. Да, в самом конце, условно, этого вот тела цикла, я буду каждый раз спать. Или, может быть, даже наоборот, в самом начале. Ну, короче, event, я еще раз, я сочиняю сейчас, да, потому что в ткентере это все завернуто, а по e-game я сейчас на память совсем не помню. Event, ну, я говорю, wait for event. я получаю некий объект события. Ну, надо сказать, что событие это такая в каком-то смысле динамическая штука, то есть, это происходящее действие. Но, результатом этого действия является набор некоторых фиксированных данных. Нажатие на кнопку содержит в себе, ну, например, там код символа, а может быть, там еще и нажатие некоторых модифицирующих, Ctrl, Alt, Z, что-то там такое, да, какие-то комбинации, значит, если это клик мышкой, то у него есть координаты x, y в рамках окна, да, ну, и в рамках окна y вниз, x вправо, да, вот точка 0,0 находится вот здесь вот. Соответственно, координаты в рамках окна x, y, да, нажатие какой кнопкой мышки сделано, а может быть, сразу двумя, да, или на колесико, кнопок, у мышки, в принципе, три, на самом деле, колесико, что же можно нажать, да, что еще может быть, а это может быть не только событие нажатия мышкой, но и событие отпуска мышкой, ну, кстати, вот если вы нажимаете на кнопки, вы должны знать, вот вы нажали на кнопку запустить ядерную ракету, я шучу, отформатировать диск, уже нажали на нее, что вам сделать, чтобы этого не произошло? Отвести мышку и отпустить ее в другом месте. Понятно? Вот такая фишка, что вот есть оконный элемент, да, кнопка, у которого логика срабатывания требует двух событий. Это сделано специально для дурачков, ну, ладно, не для дурачков, для умных, которые понимают, если вы случайно просто отпустите мышку на кнопке, тоже ничего не произойдет. Понятно? Надо и нажать на ней и отпустить, то есть, оказывается, даже при обработке событий по кнопке, при срабатывании такого простого оконного элемента, тем не менее, уже такая фишечка есть. Так, ладно, в любом случае. Значит, вот пришло событие, это некие данные, информация о событии, а дальше вы начинаете детальный разбор, что же это за событие. Я сейчас сделаю так, как будто ивент это тупо число, на самом деле нет. Ивент это целый объект, у него много разных есть свойств, x, y, можно тип его посмотреть. Слушайте, мы посмотрим? Мы сейчас просто возьмем да посмотрим, скоро. Так вот, я сейчас просто в этом, ну, чтобы показать логику, да, if ивент равно, равно 1, условно, да, то, и я занимаюсь какой-то обработкой события, если это событие 1. Иначе, если, иначе, если этот ивент, этот ивент 2, тогда, тра-та-та-та-та-та-та-та, и опять же, мы прописываем, что мы в этом случае делаем, да, иначе, иначе, если, и если это событие, событие 3, то, а теперь смотрите, ну, допустим, при помощи встроенных средств диспетчеризации я разделю события от клавиатуры, события от мышки на 2 кучки. Ну, хотя и тут можно, наверное, самостоятельно это сделать, да, а теперь представьте себе, я определил, что это событие по типу, это событие клик мышки, а теперь мне надо определить, в каком месте окна это произошло, потому что я вот здесь нарисовал прямоугольник с кнопочкой окей, а здесь я нарисовал прямоугольник с кнопочкой cancel, да, и я думаю, так, подождите, вот клик мышкой, а куда? И возникает что? Ну, мне нужно определить зону, в которую я кликнул в окне. Задача типовая, но муторная, то есть у меня внутри вот этого вот ифа, в котором написано условно, там, не знаю, я сейчас напишу тут условно event.type, там, не знаю, mouse или там как-то еще там, ну, я сейчас не буду, ладно, я сейчас не буду этого делать, да, но вот здесь вот мне придется разбираться event.x больше либо равен вот этого и меньше либо равен этого и по у больше либо равен этого и меньше то есть мне придется возиться с координатами вот этого, вот этого края и определять точно ли туда попала мышка. Муторно. Понимаете, да? Так вот, вот эту задачу, муторную, типовую, стандартную задачу хочется взять со своих плеч, да еще и не дай бог, вот как я говорю, для обычной кнопочки нажатие, событие, надо запомнить, что эта кнопочка сейчас в нажатом состоянии, перерисовать ее нажатой, перерисовать, она же у нас выпукленькая, да, вот так вот нарисована, а когда я ее нажимаю, она должна стать вогнутенькой, да, то есть как бы вот, как бы ее нажали, понятна логика, да, впукленькая, а потом, соответственно, когда ее же отожмут, если вдруг клик уйдет с нее и кликнет в другом месте, отклик, отклик, то что мне нужно будет ее нарисовать снова отжатой, да, снова она должна торчать себе, значит, и при этом я не обрабатываю события по кнопке, это муторная, неприятная, мелкая логика, которая не касается наших задач, наша задача всего лишь, когда будет кликнуто, окей, там написать, ты молодец, я рад, что ты выбрал наше, там, что-то, cancel, ты неудачник, вот, ну, короче, реакция на сами события фактически, и вот, графическая библиотека, Ткинтер, и любая другая графическая приложение, графическая библиотека, она, традиционные оконные элементы, традиционные, классические, такие, как кнопка, или, например, текстовое окошко, текстовое окошко, в которое можно поставить курсор клавиатурный, которое, если будет фокус находиться, фокус, это что такое, что такое фокус, ну, мы, наверное, понимаем более-менее, но интересно то, что существует, то есть это фиктивная штуковина, которая введена, создана, и показывается на окне, отображается, там, если на кнопке, то она условно, там, не знаю, там, каким-то таким, вот, если вы табуляциями когда-нибудь, прыгали табуляциями по кнопочкам, нажимаешь tab в любом окошке, начинает прыгать фокус, внимание, по разным кнопкам, по порядку, слева направо, сверху вниз, раз, нажал enter, и без мышки можно управлять нажатием кнопкой, или пробел, тоже пробел, нажимает кнопку, вот, у вас есть, соответственно, возможность вот сюда, там, что-то писать, I like you, ну, неважно, короче, вы можете писать в текстовом окошке, да еще и, если это окошко расширяемое, тоже традиционная, решенная задача по появлению тут, рулера, ползунка, а может быть, его и нету, скорее всего, его нету, по умолчанию, но можно вставить, при желании, вы можете и такой элемент, тоже вставить в окошко, да, это будет тоже оконный элемент, в котором будет, собственно, ползуночек, за которым можно мышкой таскать, а ведь таскать мышкой, это тоже нетривиальная штука, событие на клик, когда кликнуто именно по зоне ползунка, причем там, именно, вот на этой линеечке, рулере, именно там, где был ползунок, да, нарисовать его другого цвета, что он вжатый, да, запомнить, что он вжатый, и после этого таскание мышкой вверх-вниз, которая до этого игнорировалась, в состоянии нажатой мышки, должно уже обрабатываться, и рулер перерисовывается, текст прокручивается, то есть, оказывается, что события самого движения мышкой, они тоже ловятся, да, в каком-то смысле, даже нажатие необязательно, сам пролет мышки над окном, которая находится в фокусе, вот сам пролет мышки, ее движения, это уже события, получается, что не все события нам реально надо обрабатывать, и хорошо бы, чтобы операционная система, она знала, по каким событиям, какие события надо вообще в очередь ставить, а какие события, да, пользователь пронес мышку над моим окошком, да мне плевать, мне сейчас это не надо, какая разница, проносит, не проносит, я игнорирую это событие, в очереди событий мне даже не надо, ясно логика, да? Вот такая вот идея. Значит, что я вам сейчас хочу показать, вы будете смеяться, наверное, значит, это MIT Scratch, это такая программка для обучения детей программированию, ну вы тоже в каком-то смысле дети, ну и у вас там будут младшие братья и сестры, или вы, может, репетитор ставить будете у детей, или свои дети будут, смысл в том, что у вас вот это, вроде бы такая штуковинка тривиальная, в которой вы там говорите, move ten steps, ну и он пополз, на самом деле он, кстати, ползает, в каком-то смысле похоже на черепашку, то есть у него есть move, там turn, повернуться на какое-то количество градусов, я там 45 сейчас напишу, но фишка в том, что тут можно использовать и циклы, где там здесь, events, controls, control, соответственно, там циклы можно использовать, опочки, оно все очень красиво и забавно, и дети прекрасно этим занимаются, я сейчас здесь напишу, чтобы он сделал 8 поворотов по 45 градусов, тадам, значит, и вот я ему говорю, и он делает 8 этих самых движений, только move давайте сделаем побольше, 100 шагов, значит, сейчас 8, мне казалось, что 8 это то, что надо, почему-то он не на то поворачивается, повернись, нормально, так, 45, раз, два, прошу прощения, 2, 4, 6, ну, 8 же, правильно, или что-то я не то делаю, еще раз, почему он первый раз, а, я успел два раза кликнуть, что ли, все понятно, так, черен 180, давай, значит, короче, а, да, ему еще можно там сказать, такая штука, как, motion, сейчас, секундочку, sound event control, сейчас, это не то, и это не то, а где же это дело, change size, а там была штука такая, типа опустить хвост, чтобы он рисовал, я не вижу, у них немножко изменилось, интерфейс, это motion, motion и не то, looks тоже, по-моему, не то, это менять костюмы, sound, control, мне кажется, может control, слушайте, я сейчас не найду, не знаю, где это дело, ну, было где-то, короче, значит, там еще была такая штука, в контроле это ожидать, то есть, я сейчас хотя бы одно вставлю, сдвинулся, ждем, вот так вот, чтобы было хотя бы видно, да, но финишка в том, что сейчас у меня нет никаких, никакой обработки событий, то есть, это типичный алгоритм, вот если я буду, как вот в блокле, там, да, на коды.орг, я не показывал вам этот сайт, прекрасно, сайт коды.орг, там есть замечательная такая, ну, у меня сейчас все медленно работает, поэтому, простите, он может очень медленно грузиться, советую очень для обучения детей, коды.орг, даже для там, условно, средних школьников, даже для старших школьников, в критических ситуациях, даже студентам я иногда это дело даю, вот, здесь есть, еще раз, классический курс номер один, курс номер два, курс номер три, с очень плавным возрастанием сложности задачек, с графическими исполнителями, вот, и здесь есть более быстрые такие, час кода называется, час кода, это там буквально штучек, там, 15-20 задачек, которые очень быстро, а вот в форме как раз графического надергивания таких, вот, дают обработать, но то, что здесь будет, да, условно, там, часть кода Майнкрафта, или холодное сердце, там, задачки, они решаются как раз классическим алгоритмом, который должен решить как можно быстрее и закончиться. Видео мы сейчас не будем смотреть, я сейчас, условно, какую-нибудь задачку здесь возьму, да, ну, можете зайти по гаммации, это там на полчасика, физтеху, это все эти 20 задачек, это на полчасика, на час забавы. Вот, сейчас это дело надо закрыть, закройся с функциями, значит, короче, ну, смысл в том, что вот есть некоторые там, некоторая, соответственно, задачка, да, создать круг, прыгнуть вперед на, что там, сколько там, 25 точек, не знаю, сколько там точек, да, еще раз, давай, записал, включил, пишется, вон там же пишет, пишется, короче, что он говорит, а, да, и это дело надо, естественно, что зациклить, повторить, ну, короче, это довольно простая, там бывают посложнее задачки, сейчас я ускорю ее на зайчика, и сейчас он мне скажет, тадам, замечательно, ты решил головоломку 14, но еще раз, фишка в том, я закрыл, что, алгоритм, сама программа, не событийная, в скретче, в отличие от блокли, хотя я не могу за весь блокли ручаться, но вот конкретно, в нем можно делать именно событийную программу, событийную обработку, и я вот здесь есть прям отдельная вкладочка такая, events, и здесь разные события можно притаскивать, например, когда кликнули на этот самый флажок, соответственно, клик на флажочек, и он что-то делает, оп, и он выполняет обработку события, понимаете, да? А теперь смотрите, да ну его это повторение, а давайте да ну его этот флажок вообще, да, я возьму и эти повторения уберу, я возьму и посмотрю, какие тут события есть, вот, например, событие, когда нажали какую-то клавишу, я беру, когда нажали, например, клавишу вправо, right arrow, отлично, а лучше давайте не right arrow, а up arrow, как бы вверх будет у меня вперед означать, я говорю, о, move, 100 steps, отлично, так, отлично, когда я делаю еще один обработчик события, это выкидываю, точнее, wait выкидываю, значит, когда нажали клавишу вправо, повернуть вправо на 45 градусов, когда нажали клавишу влево, повернуть, что там, где у меня, motion, turn, соответственно, left, и тут ставлю тоже, я сейчас делаю по 45 градусов условно, да, и что у меня сейчас начнет работать, у меня теперь, что-то он не поворачивает у меня, потому что у меня right arrow и там и там, left arrow надо было поставить, все, короче, ну вот я условно, причем я сейчас расположу программку, так красивенько, да, как бы вверх, влево, вправо, еще вниз добавить, двигаться назад, да, там, а, ну назад двигаться, да, и теперь у меня что получится, что я могу разворачиваться, двигаться, да, ну может быть 100 теперь, как кажется, даже великовато, да, может быть там 10 степсов, да, я подправил, и в принципе, кстати, это дело сразу реагирует, то есть он сразу подправляет, да, мне не хватает возможности двигаться назад, давайте добавим, move, там, не знаю, минус 10 степс, минус 10 степс, и к нему приклеиваем, соответственно, обработчик события, но это для детей, вы же понимаете, что, конечно, на этом деле не напишешь нормальное приложение, но сама идея, событие обработчик, она классно ложится, остается что, для того, чтобы это дело классно ложилось на оконный интерфейс, нам осталось ввести понятие оконной штуковины, элемент оконного интерфейса, для оконной штуковины есть красивое слово, window gadget, или коротко, widget, ну давайте сейчас, я чуть-чуть добавлюсь уже, раз я сделал движение назад, давай, space, прошу прощения, не space, а down arrow, и теперь он у меня может бегать, соответственно, налево, направо поворачиваться, такими большими квантами, тем не менее, вот такая маленькая игрушечка уже, остается еще, чтобы тут бегал шарик, и игра, когда шарик там, не знаю, находит на спрайт этого кота, чтобы у меня кот кричал мяу, и писал геймовер, или там жизнь не убывала, понятно, дети очень любят эти дела писать, если вы зайдете на scratch.mit.edu, то вы найдете там целое сообщество, дети публикуют свои эти микроигрушечки, вот на главной страничке, там можно зайти, да посмотреть, можно залогиниться, сохранять, публиковать, комментировать, прям такой гитхаб для малолетних, значит, короче, закрываем это дело, значит, закрываем это дело, значит, по поводу теперь библиотеки Ткинтер, есть несколько, когда вы знакомитесь с библиотекой, нужен справочник, согласны? И лучший электронный, да, у Ткинтера, в библиотеке Ткинтера графической, есть хелп, но хелп этот, эй, сейчас, терминал откроем, я могу, конечно, так, а где мой айдл? Я могу, конечно же, сделать хелп, ну и в скобках, я в кавычках напишу Ткинтер, и мне, сейчас, вот прям сюда, айдл подгружает, он тупит, потому что, между прочим, кстати, можно было покликать в процессе посмотреть на серое окошко, давайте, наверняка, сейчас он уже подгрузил, и сейчас он это будет делать быстро, я так подозреваю, ах, быстро сообразил, негодяй, то есть, он не написал, но он обрабатывает события, кстати, это интересная фишка, хорошее приложение, хорошее приложение, выполняя вычислительную деятельность, оно умеет еще и отслеживать события, но это уже такая вещь, связанная с параллельным программированием, то есть, когда нам нужно запустить отдельную нить исполнения, которая будет заниматься длинным вычислением, а мы продолжаем обрабатывать события, и все равно готовы, если что, сказать, вы точно хотите, у меня сейчас вычисление идет, то есть, разговор есть, как это, начальник ушел в работу, да, а секретарь по-прежнему отвечает и говорит, начальник занят, вот, ну, короче, смысл в том, что сейчас он мне, вот, 21 тысяча строк, do you really want to see this, да, ну, допустим, говорит, подождите, у нас как-то, очень много, да, really expand, ну, он такой вот вдумчивый, да, ну, я могу, конечно, слушайте, ну, неудобно, да, листать реально будет неудобно, такой help, обычно уже лучше не сам ткинтер, а ткинтер что-то, то есть help по какому-то кусочку ткинтера смотреть внутри айдла, вот, тем не менее, да, ну, и он будет, естественно, еще и на английском, а мне очень нравился, я, наверное, сейчас погуглю, потому что я не помню ссылку, fbot, вот, назывался сайтом, fbot.org, и там есть introduction to tkinter, мне с точки зрения вот такого и прочтения на английском языке и полноты и удобства использования вот этот сайт больше всего нравится, fbot.org, tkinter book, вот, и здесь прям вот, вот, что такое ткинтер, как, соответственно, ну, бери, да, и делай, да, соответственно, ну, как, можно так, можно так, но единственное, что ткинтер в версии питона 3 пишется с маленькой буковки, то есть это не совсем может быть актуально где-то местами, но на самом деле это зато очень хорошо организовано, ну, и вот там простая программка для ткинтера, пожалуйста, давайте я открою уже этот самый режим, не интерактивный, тадам, соответственно, вот так, только from tkinter, а импорт звездочка, кстати, вот сама вот это вот такой импорт, он кое-чем не хорош, не хорош, знаете, чем, то, что у вас все пространство в библиотеке, оно оказывается прямо тут, но ради краткости кода я все-таки это дело оставлю, первый вопрос, который у меня возникает, давайте запустим, давайте запустим это дело, так, Текхирианов, где у меня гитхаб-лекшнс, гитхаб-лекшнс 2019, семестр 1, лек, эй, эй, давай, ладно, сейчас я тут создам, mkdir лек 05, тадам, ага, очень хор, и мы создаем файлик, который будет называться Hello World, Hello, 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 World, и, что мы видим, тадам, мы видим Hello World, но тем не менее, мы видим, что, мы видим захваченный ресурс, операционная система дала нам ресурс, на нем есть кнопочки, я могу соответствовать, что-то про взаимодействовать уже с ним, да, переместить, там, развернуть, развернуть во весь экран, тадам, я могу его, там, двойной клик по заголовку сворачивать, да, тадам, и крестик закрывает, то есть у меня есть, уже есть один обработчик событий, хотя я его не писал, тем не менее, один обработчик событий терминальный у меня есть, чего не видно, не видно главного цикла, где он, нету Wild True, где, который я упоминал, да просто потому, что если главный цикл у вас будет торчать прямо в программе, то есть если у вас будет вот тут написано Wild True, то у нас что? У нас реально придется делать вот так вот, да, ну, в других, еще раз говорю, в некоторых оконных, в Pygame, есть такая штука для написания игр, и там желательно, чтобы главный цикл был прям в ваших руках, там, да, там это есть, да, и вот будет вот wait for event, а потом начнется, соответственно, диспетчеризация, тра-та-та-та-та-та, если event.x, больше чем, тра-та-та, и вот я буду вот это дело прописывать, в нем у меня будут, соответственно, если, тра-та-та, больше, короче, я убьюсь об анализ события и его диспетчеризацию, мне бы, знаете, что хотелось? Взять и как бы запустить некоторому диспетчер, я мечтаю, запустить некий диспетчер, которому это событие просто сунуть и сказать, диспетчер, на, вот тебе событие, разберись, кто его должен обрабатывать, понятно, да? Правда, диспетчер должен знать, как кого обрабатывать, а значит, что? А значит, у меня на этапе инициализации, а вот это, это этап, собственно, инициализации, скажите, шрифт нормальный же, да? Все окей. Да? На этапе инициализации, а это главный цикл будет у меня. Сейчас это фигня, главный цикл, сейчас я его устраню, потому что это ненормальный главный цикл, поэтому не столько записывайте, сколько головой думайте, да? Да? Ну, это самый проект. Значит, так вот, фишка в том, что мне нужно некоторые функции диспетчеру суметь втолковать и объяснить, а сами обработчики мне надо где-то как-то написать, чтобы он понимал, как их, собственно, делать. Но идея вот в чем. Мне, значит, надо взять и создать где-то, создать обработчики, они по-английски называют хендлеры. Хендлер 1. Я тут напишу PES пока что, да? Хендлер, затычку поставлю, хендлер 2. Ивент, да? И у него тоже будет какая-то обработка номер 2. И вот так этих хендлеров я тут вот понапишу условно, да? Сколько, сколько у меня разных событий требуется обработать? Ну, как в этом, в скретче, да? Там у меня 4 обработчика захотелось событий на разные кнопочки. Вот, пожалуйста. Понятная фишка, да? Так вот, я что должен сделать? И кроме того, мне понадобится написать функцию, которая будет называться Dispatcher, да? Dispatcher, которая будет, соответственно, заниматься вот этой вот, в которой будет запрятана вся вот эта вот и в трататам, и вент, там, не знаю, точка та и правно, тратататам, потом в рамках одного типа, тратататам, а потом она должна еще и ловить это событие и обрабатываю или не обрабатываю, в какую область окна я попал. Слушайте, я еще раз говорю, да? Вот хотелось бы, чтобы вот эта диспетчеризация, она уже грозит мне своей сложностью, даже с двумя кнопками на экране. Просто, это уже такая сложность, а самое главное, еще раз говорю, слишком типовое, уж очень не хотелось бы. Что мы сделаем сейчас? Я скажу, слушайте, да ну нафиг, а давайте этот диспетчер напишем один раз и навсегда внутри графической библиотеки. И научим, а, да, я прошу прощения, я же еще не сказал, мне надо диспетчера, желательно сделать его обучаемым, то есть, чтобы я на этапе инициализации мог сказать, какому кусочку окна, какой оконной хреновине конкретно я закрепляю этот обработчик, какой этот обработчик, а вполне может быть, кстати, что один обработчик вешается на двое разных элемента или разные обработчики вешаются на разные события на один оконный элемент. Понятно, да? То есть, у меня есть на самом деле три базовые компоненты для обработки событий. Первое, это само событие с его типом. Второе, это этот самый событие с его типом. Второе, это оконная штуковина, на которую попадает это событие. Ну, если это нажатие клавиши клавиатуры, то местоположения на окне нет, но есть фокус. Текущий фокус, вот эта вот виртуальная такая штуковина, да, как бы фокус, на какой кнопке как бы находится внимание пользователя сейчас, ну, как бы табуляциями он докликал, или другой может быть виджет какой-то, да. То есть, есть виджеты, на которые фокус может быть focusable, да, а есть виджеты, на которые фокус не может попасть. Улова Hello World надпись, на нее фокус попасть не может. Но, тем не менее, тут тоже, кстати, оконная штуковина. Так вот, на самом деле, даже в Hello World создается оконная штуковина. Вот это, это виджет. Правда, на него нет никаких событий, но, тем не менее, этот виджет запаковывается внутрь над виджета. Само окно, оно в каком-то смысле такой мегавиджет. Оно является одновременно базовым ресурсом, базовым потребителем событий к нему, к базовому вот этому самому окну уже можно привязывать события. Между прочим, события терминации, обработчик терминатора, да, оно привязывается к главному окну. К root, да, root корень, корневой виджет, да, и туда же, кстати, привязывается так называемый интерпретатор TK-TCL. Что это такое? Слушайте, забейте, это не так важно. Ну, в общем, некий интерпретатор графического там языка, вот это вот для графической этой библиотечки TK-Intr. Не суть важна. На самом деле она внутри написана даже не на питоне, а на TK-TCL. Язык TK-TCL. Плевать, все красиво обернуто в этот самый в питон. Значит, но фишка в том, что вот я буду теперь создавать виджеты и привязывать к ним события. Привязывать к ним события, да, ну, давайте, не знаю, сделаем хендлер один, в котором я напишу print hello world. А второе событие, в котором я сделаю, там, не знаю, exit из программы. exit, это такой вот, вообще, exit лучше не пользоваться, да, это требование операционной системы закрой меня немедленно. это именно взывание операционной системы убей меня со всеми ресурсами, да, независимо от чего выделено, чего не выделено. Не нормальный такой, окончательный, но в каком-то смысле нормальный. Вот, значит, ну, бери программу, это же нормальное поведение, закрыться и все. Операционная система, сними с меня все ресурсы. Так вот, что я сейчас делаю? Я сейчас вот прямо этому лейблу hello world, на самом деле там есть такая штука, у него есть свойство, вы видите, что вот при создании лейбла, вот w, да, почему w, интересно? Это же, ну, да, как бы лейбл, my label, я его назову нормально, my label, или hello world label, hello label, hello label, hello label, и я его пакую, pack. Ага, так вот у него что-то, должна быть, я так помню, что ему по идее должен быть фонд. Знаете, я ему там 16 фондом напишу, заработает, нет? Ну-ка. Не заработал. Ну, что я могу сказать? Я могу, во-первых, первая мысль, которая у меня есть, вот я не знаю, как раз, честно, я не так часто работаю с кинтером, и вы тоже, наверное, не знаете, как нам быть с вами. Открываем интерпретатор, help, hello уже пишу, help, в кавычках пишу, почему в кавычках, потому что для, когда в кавычках, тогда импортить не обязательно. Я говорю, tkinter.label с большой буковки, то есть в пространстве ткинтера есть такой класс лейбл, и про него уже не 21 тысяча, а всего лишь 800 строчек. Ну, может быть, можно и тоже сократить. Я знаю, и вам рассказываю, что у лейбла есть метод его инициализации, ну, то есть, собственно, то, что мы дергаем у него. Вот это вот, это я дергаю инициализацию, создание нового лейбла, да, я могу написать вот так вот точка, подчеркивание, подчеркивание, init, подчеркивание, подчеркивание. Потом, через несколько лекций, я расскажу вам про классы, про то, что это конструктор, а пока просто, о, и у меня уже не 800 строк, а буквально чуть-чуть. Я могу посмотреть стандартные опции, а-ха-ха, можно разрешить этому лейблу брать фокус, оказывается, да, так, что еще, битмап, прикольно, туда битмап можно, оказывается, в лейбл сунуть, так, текст вэр, так, я не буду сейчас пока в деталь уходить, так, имидж тут можно пихнуть какой-то, так, а, а шрифт, рэп лэнгф, это в какую ширину его впихивать? Ммм, ну ладно, может быть, бежит, хейт, так, где фонд, я его не вижу, о, да, yes, значит, фонд все-таки есть, слушайте, может ему надо написать там, каком-нибудь times, давайте, times 16, ну-ка, о, работает, давайте сразу сороковник сделаем, чтобы было красиво, да там, ну, понятно, что в реальном приложении вы вряд ли этого захотите, да-да, yes, ну, события не обрабатываются, вот я кликаю на него, ничего не происходит, но давайте сделаем так, я вот сюда, где моя кошечка, я сюда, значит, хендлер первый существует, но он ни к чему не привязан сейчас, мне его надо забайндить, то есть мне нужно его привязать, значит, смотрите, я вам сказал, где первое место, где можно узнавать информацию про ткинтер, то есть это более читать, ну, да, первое место, это help, help, он всегда с вами, даже если нет интернета, fbot.org, если нужны какие-то детали, подробности, или вы прекрасно владеете английским языком, пожалуйста, да, можно вот его читать, и нужно, да, здесь, ну, правда, там кое-где там сразу более продвинутые вещи, но не суть важна, кстати, баттоны делаются вообще в легкую, для них обработка событий происходит еще более простым способом, как command равно, но мы сейчас пока давайте закроем на это глаза, обработаем события по чисто лейблу, ну и лейбл уже тоже видишь, значит, можно повесить на него обработку событий, повесим сейчас, но тем не менее, да, вот почитайте это дело, но это, еще раз говорю, тем, кто легко воспринимает английский, и здесь есть прям вот можно взять, открыть, и виджет, мне больше всего этот сайт нравится за виджет класс референс, то есть можно взять more widgets, и ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, куча всяких виджетов, оконных штуковин, и какие с ними возможности есть, вот лейбл, и он в красивом описании, некий его стандартный паттерн использования, видите, оказывается фонты можно вот так использовать, а я бы долго это вычитывал и выяснял, от какого-то хелпа, а тут вот сразу видно разные варианты, все красивенько, оказывается, you can label to display photo image, оказывается, да, этикетка, не только текст может содержать, но и картинку, так, второй вариант, это я вам показал, третий вариант, есть сайтик такой, Янглингсинфо, мне он очень нравится, его, кто его ведет, как эта учительница, по-моему, ведет, чуть ли не школьная, так вот, меня здесь интересует, ну, во-первых, тут есть некоторые вещи по питону, которые могут быть интересны, но вот конкретно, вот, смотрите, да, программирование Гуи на питон, это такой курс, который, в принципе, можно пройти, опять же, для физтехов это довольно легко, его можно пройти за, ну, недельку, может быть, вот, ну, и, соответственно, вот, вот, собственно, его последовательность действий, меня, ну, там тоже, что такое, ткинтер, там начинается с, там, вот примерчик некоторый, тот самый байн, да, кстати, вот я сейчас это дело возьму, и сделаю, да, на самом деле, значит, лейбл с button1 к, ну, это к кнопке, а я не хочу к кнопке, но, тем не менее, я саму привязку оттуда сейчас втащу, так вот, привязка событий обработчиков происходит к событиям, ну, или, скажем так, к паре события плюс виджет, ну, или запятая, вот так я лучше напишу, в питомовском стиле, да, события виджет, понятно, вот такая логика, и это все должно произойти, по идее, на этапе инициализации, на самом деле, в процессе жизнедеятельности программы, мы можем делать и перепривязку, то есть, в какой-то момент взять, отвязать, сказать, а теперь вот так, диспетчер остается управляемым, но, как только мы отдаем управление в главный цикл, мы уже не совсем управляем нашей программой, ну, то есть, мы выйдем из главного цикла, вот сюда, да, и напишем вот этот принт, да, мы, это только тогда, когда мы вышли из главного цикла, это еще не значит, что программа совсем закончилась, но, тем не менее, да, диспетчер уже закончил, и вот это вот последнее действие, когда будут сделаны, после этого уже, выход уже совсем с программы, ясно? Так вот, вот там внутри спрятан этот while true, и вызов диспетчера, который обучаемый при помощи метода bind, да, ну, как вызывается bind, значит, мне очень нравится картинка, которую я сейчас вам покажу, именно в этом, в, над younglinux.info, там в уроке, который называется, так, урок, который называется метод bind, вот такая красивая штучка есть, смотрите, да, троечка, виджет, событие, ну, и функция обработчик, виджет, точка, дальше говорите, привязать, bind, а дальше в скобках event function, понятно? Ну, функция, на другом языке, это называется handler, да, поэтому я, собственно, написал, да, событие, ну, начиная, как бы получается, виджет, да, да, точка события обработчик, да, привязка обработчиков к событию, ну, я так напишу, и виджету, двоеточие, да, здесь я напишу вот так вот комментарий, виджет, точка, bind, события обработчик, значит, вот эти события, вообще-то надо бы знать, где их взять, ну, во-первых, кое-какие тут есть, да, там кто-то комментарии еще какие-то там пописал здесь, но, вы знаете, мне больше нравится смотреть этот список событий, подсматривать на этом F-боте, на F-боте там где-то прям вот прям хороший списочек есть этих событий, events and bindings, и вот здесь вот такой вот справочник, event formats, button 1, B1 motion, да, то есть с нажатой кнопкой движения, да, естественно, можно B2, B3, там это для мышки, там нажатие кнопки enter, да, там, когда покидает виджет, не окно, а когда покидает виджет, то есть область внутри окна, диспетчер умеет отслеживать, когда мышка просто улетает из виджета, когда наводишь на какой-то кусочек, оно раз и как бы загорелось, типа нажми меня, я прекрасная кнопка, ушел, покинул его, она, это самое, то есть соответственно enter, а, прошу прощения, enter, это как раз не значит нажатие кнопки enter, это наоборот, когда вошли в область виджета, либо покинули область виджета, я прошу прощения, вот так, вот, я прошу прощения, да, там написано прям, да, что ни в коем случае это не нажатие кнопки enter, ладно, короче, давайте обработаем хотя бы одно событие, потому что наше время уже кончается, hello label, я вот к этому hello label привязываю нажатие кнопки 1, ну и обработчик у меня будет соответственно handler 1, да, а если, а и давайте рядышком сделаем, привяжем к тому же виджету, handler 2, при нажатии кнопки 2, кстати, простите, пожалуйста, handler, кнопка 2, по-моему, это средняя кнопка, давайте 3, handler 2, но кнопка 3, я подозреваю, что это как раз правая кнопка, значит, тадам, запускаем, все привязано, запускаем, мой hello world, нажимаю на него левой кнопкой мышки, и что? он печатает мне hello world, нажимаю правой, ха-ха, обратите внимание, прикольно, оказывается, exit вызвал не совсем то, что я хотел, exit привел к тому, что операционной системе попала информация о том, что я хочу закрыться, операционная система отправила событие терминатора, потому что exit это терминирование, это не kill, терминирование обратно внутрь моей программы попало событие, его перехватил стандартный обработчик, который не я, но библиотека ТКИНТР, туда кинула стандартный обработчик, подписала, и этот стандартный обработчик умеет создавать диалоговое окно, в котором пишут, окей, отмена, прикольно, сейчас происходит такое сложное, я говорю о операционной системе, закрой меня, она возвращает это мне, обработчик, который я-то не писал, но его писала создатель библиотеки ТКИНТР, тем не менее, такое прикольное взаимодействие еще произошло, да, вот, ладно, когда на крестик, то он понимает, это мое событие, да, и нормально, брат, тут вдруг, опа, пришло терминирование такое, ну, точно, мало ли, закрыть не надо, вот, так что, видите, вот мы привязали обработку, можно теперь начинать всякие фишки тут прикручивать, например, если это событие, от левой кнопки мышки, я могу печатать не просто hello world, а еще писать, x равно, да, event.x, там уже, по-моему, звенит, нет? Одну секундочку, простите, я уж напишу с y равно, да, y равно, запятая, да, event.y, что есть у ивента, какие у него есть поля, какие свойства у ивента есть, можно почитать в хелпе. Более того, я постараюсь, чтобы в лабораторной работе это было, когда будет соответствующая неделя, через неделю, когда будет лабораторная работа, там наверняка я хотя бы отсылки, там точно будут отсылки к fbot, все ссылочки на englin.info, так что в этом смысле вы можете успокоиться, пока это дело укладывать к себе в мозг постепенно, да, вот, а еще доделывать вам надо анимацию, доделать и сдать, анимацию надо. Так, окей, давайте это дело запустим и пока... Где? Что это? А, я... А? Еще, а, точка, вот, точно, запятая должна была быть. Та-дам! И вот теперь, смотрите, да, я в разных точках кликаю, вот я, ить, прямо вот к ноль-нолику, сейчас я подвинусь. Почти попал, почти, ну, там, видите, 2-3, так? Ну, вот так вот. Ладно, на этом давайте программа заканчивается, вышли из главного цикла. На этом мы с вами сегодня заканчиваем. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...